привет всем вы на канале панда play меня зовут дмитрий мы продолжаем играть в house flipper написали мол попробовать застелить кровать ну давай попробуем а как как ее застилать ты мне расскажи как ее застилать нужно может быть не эту нужно застилать кровать а может быть где-то какая-то есть другая кроватка чтобы ее застелить не знаю давай мы лучше приступим к ремонту нам осталось всего ничего чтобы купить следующий дом точнее следующий дом дом за пункером хотя мы уже можем позволить себе вот этот гараж например но гараж мы покупать не будем у меня 7300 нужно 7800 вот на старый дом с бункером я хочу купить его так что думаю мы с вами сделаем два заказа каких-нибудь таких средненьких и давай начнем вот с марии кольцовой и тогда купим уже этот бункер накопится у нас достаточно денежек так сейчас прям пять секундчик прям вот так вот сделаю вот так вот чтоб прям вот тебе было меня получше слышно и мне было поудобнее в тебя говорить тебе точнее ванная комната и мастерская бабушка которая жила с нами на протяжении многих лет умерла ее комната пустует уже много месяцев и мы сможем решили что пора и переделать мужа нужна комнатка для инструментов а я мечтаю дополнительной ванной комнате потому что дом не маленький а в нем есть а в нем есть всего 1 ванная комната наши дети подрастают а утренние приготовления бывают сложными когда нельзя воспользоваться ванной комнатой потому что ее уже кто-то занял пожалуйста убери все вещи из бабушкиной комнаты поставь стену разделяющую на два помещения старая ванная комната находится как раз над бабушкиной комнатой так что не должно быть проблем с установкой все оборудование на новые ванны я бы хотел чтобы в этой ванной комната был элегантный и функциональный но элегантный функциональный как раз про нас у нас вкус то еще тот мы сделаем максимально комфортно элегантную и функциональную ванную комнату для этой бабушки или и да вот этой вот марии значит смотри какие у нас комнаты гостиной с элементами кухни уго-го ничего себе как много всего но пойдем вот сюда попробуем зайти нет не здесь может быть здесь нет вот нет гостиной тоже вот кухня есть а гостиная с элементами кухни то что нет это точно не то уйди может быть здесь да это гостиная с элементами кухни здесь нам придется поломать поломать построить стену вот здесь для начала нам придется а потом уже удалить предмет нужно кухонный сту давай короче будем удалять все, а что не удалится, оно само не удаляется, в принципе. Так что мы лишнего не удаляем особо. Правильно? Правильно я говорю. Тоже, что ли, нужно было? Ну, ладно, хуже, наверное, не будет. Заново, если что построим. Так, 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 так. Опять же, я напоминаю, что мы делаем все не спеша. Мне кажется, стоит стена кривовата немножечко, да? Дом, наверное, из косок стоит. Ну и ладно. Делаем все не спеша, делаем все так спокойно, расслабленно. На кнопки, опять же, нажимаю так же быстро, как и раньше, но делаем, и все достаточно размеренно. Обдумываем каждое действие и все дела, чтобы лишнего не натворить и не переделывать. Думаю, тебе будет меня видно достаточно хорошо, просто сейчас как-то мне там темновато, я себя вижу, и... И, короче, ладно. Ладно. Короче, не будем мы думать вообще об этом. Чего об этом думать? Главное, чтобы ты не слышал мышку. Иначе я буду себя корить за это. Не люблю, когда слышно посторонние звуки вместо меня и... Ну, помимо меня и... Как это мне не по себе становится. Значит, начнем с установки душа. Отвинтить. Давай отвинчивать. Сказали, мол, что ты устанавливаешь слишком сложный душ, слишком сложную кабинку, и из-за этого она устанавливается так долго. На самом деле, там есть очень такая простая душевая кабинка, которая очень функциональна, и к тому же устанавливается очень быстро. Давай вот это попробуем. Попробуем поставить вот эту. Белого цвета, наверное. Нам же не принципиально, какую кабинку будем устанавливать, правильно? Правильно. Почему она на... На какой-то определенной высоте встала? Не знаешь? Что там мешает? Ну, пусть висит в воздухе. Смотри-ка, и правда, эта душевая кабинка устанавливается гораздо быстрее, чем та. Там нужно было каждый винтик прикрутить, а здесь хоп-хоп-хоп-хоп и готово. Установим стиральную машину. Стиральную машину поставим вот такую, обыкновенную, которая особо там не требует к себе какого-то щепетильного отношения. В принципе-то она должна стоять вот где-то здесь. Погоди. А, нужно отвинтить наверняка опять. Ну, это я уже умею. Отвинчить. Да, отвинтим сразу все, чтобы потом не думать об этом и сразу покупать то, что нужно, и устанавливать. Потому что это лишняя трата времени. И, блин, нажал уже, вроде купил, а потом приходится отменять покупку и отвинчивать эти все ерундовины. Оно мне нужно? Нет, конечно, не нужно. Допустим, вот нет. Давай раковину сначала поставим. Потому что если мы поставим сначала в эту, потом не сможем поставить раковину. Какую бы сюда залепить-то вот какую-нибудь такую эдакую, чтобы прям вот... Да и вот такую подвесную раковину. Прикольно выглядит, так интересно. Под цвет пола. Цвет пол у нас здесь какой вообще? Я предполагаю, что примерно вот такой. Хрен его знает. Может, и не такой вовсе. Но это дело не мое. Тик, тик. Некрасиво. Вот так. Вот так красиво. Да? Так? А я не вижу, так или не так. Я сейчас установлю, а потом думай. Вот я сейчас вдруг прогадал с цветом этой столешницы и с цветом самой раковины. Ну, не самой раковины, а от этого шкафа. И все. И я сейчас придется мне продавать ее. Но я не буду этим заниматься. Я вроде бы хотя бы поблизости, так сказать, приблизительно попал по цвету. Ой. Понял, как можно протечку устроить. Понял. Я думал, что так нельзя делать. Я думал, тут в строгом порядке можно только лишь все это делать. А оказывается, здесь можно сделать так, чтобы вот прям реально протекло. Ну, короче, почти попал. Ладно, почти попал. Блин, прям позорно выглядит. Ну. А какого цвета она должна быть? Она прям темного должна быть цвета. Она прям реально должна быть темного цвета. Типа вот вишни. Или вообще вот такого. Сапелея. Не знаю, как правильно читается, но... Ой-ой-ой, нет. Угу. Наверное, где-то так. Наверное, примерно такой цвет. Если нет, то и ладно. Больше я ничего не буду переделывать и перепродавать. Но этот явно темнее, поэтому он должен подойти. Ну, просто кто же знал, что... Ну. Кто же знал, что она настолько темная? Точнее, настолько светлая, а полы настолько темные. Мне почему-то показалось, что они именно такие. Но, как показала практика, мы купили немножечко не то. И, надеюсь, сейчас не прогадали. Прогадали один хер. Ну, ладно. Ничего страшного. По-моему, она не сильно уж и темнее стала. Хотя на картинке должна была быть прям в разы темнее. Стиральная машина. Один хрен белая будет, поэтому даже заморачиваться не будем. Поставим ее вот сюда. Устанавливаем. Вот со стиралкой тут как бы как были проблемы с этими транспортировочными болтами, так они и остались. То бишь, откручиваешь сначала заднюю крышку и потом уже выкручиваешь болты. Тут нету другой какой-то более простой в установке стиральной машины, поэтому приходится вот мучиться вот с этими болтами. Хотя они достаточно быстро откручиваются, закручиваются и не доставляют каких-то больших проблем и времени много это не занимают. Тем более, они закручиваются прям реально вот сами по себе быстро. и с первого раза. Не то, чтобы в некоторых раковинах и в той душевой кабинке там не сразу там протыкивалась какая-то кнопочка и приходилось там 150 раз нажимать. Блин, выпирает стиралка, это мне не нравится, но... Ну а что ж поделаешь, стиралка такая, узкой не было. Можешь купить здесь ванную. Давай ванную прикупим. Это не ванная. Мне нужна ванная. Я нажал на... Может, я нажал на туалет и зря наезжаю. Давай-ка поставим вот такую с орнаментом. Ого-го, ничего себе она какая огроменная. Ну, ну нет. Вот так. Не, ну и что, ты хочешь сказать, что я должен так ее поставить? Но мне не нравится, что она так стоит. Что мне делать? Давай поставим вот эту, попробуем. Ну она, конечно, влезает, но... Вон тот угол остается пустым. И мне это вовсе не нравится. Хотя, в принципе, пусть стоит. Подойти к ней все равно можно, как бы возможность такая осталась и... Не знаю, просто мне не понравилось, как-то ванная стоит, она не переворачивается, она сама автоматом туда встает. То есть развернуть у нас не было варианта. Хотя слив один хрен с одной стороны что-то там повлияло на эту установку, я не понимаю. Почему она именно вот этой стороной хотела вставать? Ну, видимо, какие-то свои заморочки, может, в игре такая проблема, может, ну, у меня с головой проблема, хрен его знает. Но здесь можно подойти? Можно. Опять же, она стоит, блин, головой в ту сторону будешь лежать. Хотя... А, нет, вот это правильно установилось, а вот та была неправильно установлена. Так, что у нас еще? Туалет нужно поместить. Туалет мы сейчас залепим какой-нибудь такой хорошенький. Давай вот этот квадратный. Мне он больше всего нравится, он такой простенький. И, кстати, он достаточно просто установки, он просто вот нажимаешь три кнопки и все. Держатель для туалетной бумаги и ковер-кружок. Ну, давай ковер поставим, положим. Ну, беленький желательно, наверное, да? Да, наверное, белый здесь больше других особо цветов-то нет. Чтобы выходить из ванной на ковер нужно. Вообще, по-хорошему, нужен был большой здесь ковер, чтобы выходить и из душа, и из ванной, и на унитазе сидеть, чтобы было тепло. Но, ладно, давай один вот сюда вот положим. Вот сюда. Хрен его знает, к чему он. Вот здесь вот, но... Вот здесь вот утром зубы чистить, будешь умываться, стоять на ковре тоже было бы удобнее, но... Не знаю. Не будем самовольничать и... Как говорится, инициативно-казуемо. Не будем придумывать своего, не будем покупать еще ковры. А вот туалетная бумага промокнет от душевой кабинки, и это меня разочаровывает немножко. Так, ну, получается все, что ли, или нет? Или прогресс? Комната, поместить... Ага, понял. Это в другой комнате, которая соседняя. А как туда теперь попасть? М? Через гараж ходить туда. Это на улицу, небось? Да, это на улицу. Здесь нам нужно с вами... А, это гаражный стеллаж, стандартный письменный стол. Короче, это для того, чтобы просто как... Типа мастерской. Я понял. Гаражный стеллаж поставим вот сюда. А, их два нужно. Ёпт, и налево опять я просрал момент. И покупаю один. Ну-ка, ну-ка, хопа. Все, краса... Ровно? Вроде ровно. Да, вроде ровно. И письменный стол поставим вот сюда. Комнаты кривые, мне это очень не нравится, меня это очень расстраивает. Если он в гараже, значит, черный должен быть. Хотя бы темный, просто темный. Вот, хотя стеллаж черный. Эй, под дерево не подходит, под пол. Давай попробуем с вишней. Нет, вишня точно нет. И это тоже не подходит, мы уже пробовали это дело в ванной. Серый древесин тоже наверняка не подойдет. Темный подойдет? Нет, не подойдет. Попробуем... Нет, вяс американский тоже. Вишня? Нет, больно светлая. Кедр, может быть? Тоже нет. Какого цвета тогда она? Венге? Тоже нет. Ну, глупость, короче, какая-то получается. Давай, короче, темный купим, и не будем с этим париться вообще. Глупо просто получается, мы с тобой подбираем цвета, которые не подберешь. Поставим стул, тоже темненький, куда-нибудь вот сюда. Да? Да, да, вот так. И все, завершаем заказ. 595 тысяч, кстати, смотри, за так мало действий, так много денег. То есть, мы сломали стену, сделали, организовали ванную, даже не красили стены ванной, вот эти кирпичные, и получили полмульта. И сейчас у нас уже достаточно денег для того, чтобы купить этот дом с бункером, но мы этого делать не будем, естественно, потому что нужно накопить денег впрок, чтобы у нас было немного больше с запасом. Две ванные комнаты, это минимум. Это что такое? Если у меня вот тут вот что-то было все это время, я не виноват, но у меня там не было. Что-то упало, блин, откуда-то. Муж что, умер там? Вроде нет. Браузер? Нет, не браузер, у меня есть 8 мультов, но мы этого... Сколько стоит он? 7800, да? Или сколько? Гараж с бункером? 7800, да, он стоит. Давай еще один заказ, сделаем какой-нибудь, реноваться дом, покраска дома, жилой бункер. Может быть, задание сначала по бункеру сделаем, чтобы потом по образу и подобию что-нибудь придумать. на прошлой неделе моя дорогая замечательная жена решила, что мама будет жить с нами. Я решил, что для дорогой бабочки идеальным местом будет холодная металлическая конструкция, захороненная глубоко под землей. Добрый зятек. Короче говоря, я хочу поместить ее в бункер. Конечно, это все для ее безопасности, как еще. Чтобы мама туда переехала, нужно обеспечить там минимальные условия для жизни. Кровать, ванная, кухня. И когда я пишу минимум, я действительно имею в виду минимум. Не переусердствуйте с комфортом, потому что я думаю, что мама не будет долго баловать нас своим присутствием. Было бы неплохо положить некоторые вещи, которые помогут пережить апокалипсис, потому что тогда будет легче убедить мою жену, что все это ради безопасности моей свекрови. Подписано. Ожидающий отъезда любимой мамочки. Зять. Не пожелаешь врагу такого, зятька. Значит, смотри. Этот дом примерно то, что будет у нас с тобой в скором времени. Возможно, только в следующей серии, но и, скорее всего, в следующей серии ввиду того, что здесь прям реально много всего нужно сделать. Так что давай-ка мы потренируемся здесь, а в следующей серии прикупим, наверное, с тобой бункер и будем его оборудовать. Погоди, а где здесь комната-то? Комната-то где? Тон такой непримечательный, из блоков стоит бедненький, а внизу бункер. А где? А где бункер-то? Как его найти? Ого-го! Да почему? Почему я должен отодвигать машину сам? Что это за... не знаю... Как это называется-то? Когда тебя не встречают. Отсутствие радушия. Ботинки, сапоги какие-то. Чего? А я не понял, а почему сейчас... А-а-а! Он просто сам загорелся почему-то, я не понял. Ну, давай начинаем очищать грязь. Приступаем, так скажем, к преображению бункера. Так, это уже сделали. Приступаем к этой комнатке. Это у нас уже бункер 27 квадратов. Нет, давай сначала уберем мусор, а потом уже будем отмывать грязь. А там его не видно самой грязи-то вообще. Это что такое? Краска, может быть, или фасоль какая-то, чтобы выживать. Есть, короче, что-то нужно. Консервированные, скорее всего, продукты консервированные какие-то. А может быть и нет. Ну-ка, убирайся. Ага. В принципе, такой он, бункер-то хороший, неплохой. Мне нравится даже, как он выглядит. Я думаю, что если мы с тобой купим, то мы его сделаем таким неплохим. Ого! Зачем тебе здесь ружье? Я, конечно, понимаю, что ты апокалипсис хочешь пережить, но это же не значит, что нужно кого-то это, в кого-то стрелять обязательно. Так, мусор мы с тобой убрали. А, это таракашки. Вот здесь их хотя бы видно. Мне, конечно, написали, что давай-ка ты включай тараканов обратно, и нечего из одного комментария какого-то там их убирать, но я с вами не согласен. А если человек неприятно, то зачем я буду мучить его? Ты понимаешь, если у тебя нет неприязни смотреть на тараканов, то я за тебя очень сильно рад. Реально же, есть люди, которым это не нравится. Зачем мне его мучить? Он будет там смотреть и мучиться. Или вообще смотреть не будет. А тебе хуже от этих осколков стекла вообще не стало, ты их не боишься. Или ты боишься стекла? Если ты боишься стекла, то обязательно напиши мне, я включу тараканов. Если ты боишься стекла, естественно. А так нет. Банки грязные? Серьезно, что ли? Ты зачем их отмываешь-то? Кому они уперлись? Где здесь грязь? Где это была? Так, теперь мы с тобой должны установить много всего интересного. Турбина, вырабатывающая электричество за 60 тысяч рублей. Генератор, короче. Он должен стоять где-то, скорее всего, в самом начале, рядом с розеткой, блин. А тут тоже розетка, так что поставим ее вот сюда. И, скорее всего, вот этой вот стороной. Я не знаю, какая здесь сторона рабочая, какая не рабочая, поэтому, поэтому будь как будет. Эть, эть, вот так. Все, электричество у нас, получается, есть. Кухонный шкафчик с раковиной, шкафчик с полками под весной, индуктивная плита, простой стол, стул, двухъярусная кровать. А удалять здесь ничего не нужно, вот это вот не лишнее здесь. Потому что мне кажется, что оно стоит, во-первых, криво, а во-вторых, помимо того, что криво, так еще и не к месту. То есть, я бы здесь захреначил бы двухъярусную кроватку и не парился бы. А, твою мать, прикинь, вот оно же ведь, оно же ведь теперь все выпало. Зачем я это сделал? Я не знаю. Можно продать все это? Нет, нельзя, очень обидно. Еще это берется по 150 лет. Это какая-то ерунда получается. Почему нельзя взять и охапкой взять? Просто вот нажать, я не знаю, кучку, схватить этих банок, тем более, с учетом того, что это не основной игровой элемент и это просто предмет. можно было бы, не знаю, в инвентарь налаживать или куда-нибудь еще, чтобы не мешалось все это. А то, блин, на это времени уходит очень-очень много. И получается, что мы с тобой просто ерундой сейчас занимаемся, перекладываем арахисовую пасту там с консервированной фасолью, а по факту могли бы просто заняться бы полезными делами. Реально полезными, типа поставить сюда кровати, там, не знаю, поставить поровнее полки. Но не так, что они реально криво стоят. И видишь, она криво стоит. Она мешает поставить ровно что-то другое. Занимает место. Занимает место столько, сколько она не должна занимать. Следовательно, нужно ее поставить поровней. Сейчас здесь с этой тоже попадает все. Блин. Все, мне это не нравится. Мне это все не нравится. Да, кстати, комментарий, я не помню, говорил я это в прошлой серии или нет, по типу игр, которые мне нравится, не нравится. По-моему, да, по-моему, я говорил как раз, я про сабнафтику еще сказал. А-ля мне надоел, не надоело. Просто это вот рутина, вот реально, вот можно же было как-то это упростить. Зачем мне каждую баночку перекладывать? Я, конечно, понимаю, что я могу поставить так, как мне нравится, но мне это не нужно сейчас. Нажмите какой-нибудь триггер, чтобы, блин, не знаю, упрощенный подъем продуктов с пола, упрощенный там, как его звать, ну, короче, упрощенный подъем продуктов с пола. Сделайте, и все, я не буду к вам приставать. Ну, то получается, что вы обрекли меня на вот постоянное вот это вот... ну-ка. Да? Все, ровненько. Так, 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 вот здесь. Вот это дело мы ставим следующим. Угу. Вровень? Вроде бы, да. И, естественно, вот эту. тоже вровень. Теперь расставляем баночки-скляночки, да, вот эти все банки поставим вот сюда. Трейдер-лайф-симулятор сразу вспоминается. Скоро, кстати, он выйдет уже, новое обновление, там все дела. Я просто не знаю, есть ли смысл вообще записывать этот трейдер-лайф-симулятор. Он как бы много к кому заходит, но, в принципе-то, от него как такового толку-то нет. Как мне один человек написал, вот на The Tenants столько-то просмотров, на, как его называют, на Хаус Флиппере столько просмотров, на трейдер-лайф-симуляторе вообще в два раза больше всех просмотров. А ты, мол, говоришь, что нужно The Tenants чаще снимать. Дружище, я говорил, The Tenants чаще снимать, когда меня в нем фартило. И я не смотрю особо на просмотры. Если взялся проходить, то нужно проходить. У меня и Хаус Флиппер тысячами не смотрит. Это же не значит, что я его не буду проходить. Это значит, что я просто-напросто его... Ну, это значит, что его просто мало смотрят. Его смотрят там по 300 человек. И там, например, другие игры, вообще у меня там по 100 просмотров, по 200 просмотров. Это же не значит, что мне их не надо записывать. Я просто записываю вдруг, а вось когда-нибудь довыстрелят. Мне какая разница? Я прохожу, смотрю на игры. Мне все равно, сколько кто их там посмотрел. Я решил записать. И один хрен уже записал, ты понимаешь или нет? Я уже записал этот ролик. Какой смысл мне его не выкладывать? К тому же, The Tenants вышло там аж чуть ли не там, сколько серий? Я не помню, 10 или 9 на данный момент есть там. Да, сейчас я могу тебе честно сказать, что я в него особо играть сейчас не планирую. На запись, по крайней мере, я хотел в него недавно поиграть, думаю, сейчас попробую я попроходить немножко, чтобы потом записать. Но сейчас я понимаю, что я в него особо сейчас играть не планирую. Как бы, ну как бы вот он не особо заходит. Как там правильно написали, по-моему, даже ты и написал, что эта игрушка, она изначально не особо доделанная. Ее просто, на нее класть хотел разработчик и, как правильно сказать-то, а почему она не встает никуда? Ну-ка. На нее класть хотел разработчик, он не решил ее не доделывать, он решил сделать что-то свое, но получилась, опять же, какая-то ерунда. И получилась скрещенная просто какая-то амфибия, не амфибия, как правильно называется-то, химера, как его зовут-то, хаус флиппера с симпсом. И да, выглядит это, конечно, все прикольно, здорово, но как таково, что-то какого-то новшества там нет. И получается, что мы просто посидели, поиграли в бетку, в какую-то там версию, хрен знает какого года. Ну не то, что в годы какого-то, да, она не доделанная, просто сырая очень игра и в принципе требующая огромных, больших доработок. Эта игра, может быть, когда-нибудь станет какой-то интересной, может быть, тоже когда-то выстрелит, возможно, когда-то она будет популярной, но сейчас она очень-очень сыра. И пока что я в нее не собираюсь играть, потому что, во-первых, тут не особо ясно, что делать дальше, я там просто в тупике, и по-хорошему нужно просто проходить реально в одного, потом уже записывать. А хаос флиппер, он идет, идет своим чередом, тут особо тупить-то негде. Как бы, ну есть где, я могу найти, но это не значит, что я буду здесь тупить. Те же самые индюшки, всякие там хорроры, не хорроры, всякие там, не знаю, прикольные игрушки, смешные, забавные, они будут выходить, независимо от того, кто там будет смотреть, никто не будет там, никто, если даже не будет смотреть, будут выходить они. Знаешь почему? Потому что, потому что, просто потому что, просто потому что эта игрушка вышла, значит, ее нужно записать. А вы кому-то нужно будет, посмотрит и скажет, о, ни хрена себе, спасибо, что записал видос. Я там, не знаю, у меня компьютер не тянет, и я хотел посмотреть, как в нее играют. Зашел, посмотрел, да и все, не паришься. То есть, многие люди реально смотрят из-за того, что у них там компьютер какую-то игру не тянет. Некоторым просто, не знаю, за обедом хочется посмотреть что-то или послушать перед сном, или во время сна. То есть, я, например, под многие видосы засыпаю, просто потому что мне гораздо легче уснуть, ну, относительно, опять же, легче уснуть под что-то, под какие-то звуки. Но, опять же, я просыпаюсь, когда там кто-то разговаривает, то есть, мне нужно в какой-то момент выключать, поэтому я, когда на компьютере раньше смотрел всякие видосы и засыпал под них, я ставил на шатдаун в Windows, чтобы он отключался через час или там через полчаса, ложился и, 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 и все, и спал. Засыпал, получается, компьютер выключался, и я, в принципе, не просыпался после этого дела, после того, как там кто-то очень громко разговаривает, и всем хорошо. Компьютер выключался, и я уснул, и мне хорошо, и всем хорошо. Так что, вот, примерно так. Так что, ребят, смотрим House Flipper, смотрим The Tenants, предыдущей серии, пишем комментарии там, точнее, ставим комментарии, как я уже говорю, ставим комментарии, пишем лайки, и, естественно, ну-ка, поставься, и, естественно, будет у всех все хорошо. Кстати, в последнее время YouTube стал баловаться со списыванием лайков. Очень много баловаться стал со списыванием лайков, просмотров. Он то ли меня так недолюбливает, то ли он у всех так решил списывать. Я не знаю, почему он мне так не доверяет, я сидел, смотрел на видос, прямо когда выложил. Мало того, что он мне сначала дизлайков наставил, YouTube, я не знаю, кто мне там наставил, возможно, он дизлайки списывает, возможно, просто кто-то снимает, возможно, кому-то просто очень скучно, и, как я только выложил видос, у меня появился дизлайк на видео. Я думаю, что за хрень? Почему такое произошло? Потом, через пять минут смотрю, его нет больше. Что такое, думаю. Ну, ладно. Потом, хоп, опять появился дизлайк, потом хоп, лайком сменился. Я вообще не понимаю, как он работает, этот YouTube. Потом вообще просмотр начал списывать, записывать, накидывать, потом списывать опять. Короче, что делать, вообще непонятно. Я не знаю, как он работает, этот YouTube, и знать особо не хочу. Самое главное, что ты меня смотришь, что тебе нравится, и спасибо. Давай-ка мы с тобой бункер оборудуем, и будет у нас все хорошо. Вот здесь поставим кухонную кровать, двухъярусную кровать, да? Нет, она вообще здесь ни к чему. Может быть, ее вот сюда вот захреначить? По-хорошему, конечно, она вот здесь вот и должна была бы стоять. Я знаю, куда ее поставить. Угу. 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 Ну просто, она, кровать эта, она широкая достаточно, и когда ты будешь входить в бункер, будешь в нее утыкаться, это неудобно. Поэтому она непосредственно должна стоять вот тут, чтобы можно было взять и лечь, поспать. А вот с этой стороны, естественно, у нас будут с тобой шкафы, шкафчик с полками подвесной, индуктивная плита, простой стол и стул. Блин, вот это где я должен все поставить, я не понимаю. Давай раковину прихреначим. Все в серый цвет, чтобы не пачкалось, чтобы не мылось, чтобы это все дело... Сложно было, короче, измазать. Вот рядом со сливом желательно, чтобы оно, это, вода, если потечет, сразу утекло. Ставим шкуфчик, и вот так вот делаем. Вот с этой... Опа, нет. Вот так. И индуктивную плитку на этот шкуфчик ставим. Ну-ка, ся. Так, что еще? Шкафчик подвесной, тоже в серый цвет, купить над шкуфчиком. Стол простой, тоже серого цвета, серая древесина в серую древесину. Купить сейчас. А, но он маленький достаточно, так что он не будет нам мешать. И два стула, тоже серого цвета. Купить несколько. Видишь? Теперь я не забыл. Теперь не забыл взять и купить несколько. Бункер этот мы сделали. Погоди, вот в эту дверь пойдем. Эту комнату нам нужно... А, это туалет, получается. Понял. Отмыть, получается, нужно только. И... И все. И поставить здесь... Греть какая-то... А, нет, это блики просто. Здесь отвинчивать ничего не нужно. Здесь вот нужно отвинтить. Туалет, душ и раковину нужно установить в этой комнатке. Ну-ка, давай, отматывайся. Угу, угу. А здесь можно туалет поставить. А, ну туалет, естественно, мы экономить не будем. Мы всем ставим вот такие. Опять же, черный, чтобы... Или серый. Лучше серый. Серый он всяко прикольнее. Выглядит он так, это... По-своему выглядит своеобразно. Использовать можно, но он туда не писает. Очень жаль. раковина простецкая должна быть, чтобы прям не придраться. Чтобы разбить не жалко было и чтобы это самое... И для бункера сошло. Это же бункер все-таки, это же не какой-то там гранд-отель пятизвездочный. Это простое убежище для выживания. Убежище для выживания в ужасных условиях апокалипсиса. Так что... Так что вот так вот. Хоп. Кто так устанавливает? Ну, нажимайся. Спасибо. Все. Так, и душ. Душ поставим какой-нибудь, знаешь, такой эдакий... Эдакий... Да вот этот же поставим, да? Да, я думаю, вот такой пойдет. Черный-черный. Купить. Блин, серый. Я изменил своему принципу. Все. Душ установили. Пойдем в другую комнату. Там, по-моему, только грязь нужно было помыть. Да, убрать мусор и вытереть грязь. Так, мусор. Мусор не весь убрали. А, вот он. И грязюку. Сколько? 714 тысяч, представляешь? И, естественно, открыть и пойдем наверх. Где мы здесь вылезаем? Посреди двора. Отлично. Ну, только не очень хорошо он замаскировал все это дело. Думаю, найдут у него этот бункер. Он спрятан очень плохо. Тем более, с учетом того, что он посреди поля. Посреди полянки заднего двора. Ну, и ладно. Это я для того, чтобы очки начисляли. Нам мне сказали, что можно это в любом задании делать. В любом задании в любом заднем дворе выдергивать сорняки и тебе будут начислять очки. Так что все, в принципе, да? Заканчиваем заказ. Да, хочу за 714 тысяч, так что бы не хотеть. Нормально, преобразили. Хорошо, большие молодцы. И думаю, что мы на этом с тобой закончим, потому что... Хотя нет, давай мы сейчас купим с тобой дом. Как раз с бункером купим, посмотрим его, как он выглядит, и потом уже, потом уже закончим. Дом с бункером за 7800. Сколько у нас? 8600. 7800, 8600, 800 тысяч. У меня есть лишних. Дом имеет 126 квадратов, почти 127. Территория вокруг 8 соток с половиной, и цена к 2 этажа. Ух ты ж, ёпта моя, кто там жил-то до меня. Походу, там только в бункере и жили. Так засрать, это прям кошмар. Купить дом. Куплен новый дом, хочешь переехать прямо сейчас. Если всё же хочешь остаться в офисе, то перейти в новый дом, ты можешь в любой момент пользоваться калиткой. Хочу перейти обязательно. Посмотрим, как он... Ну, как он выглядит, мы его уже видим, конечно. Выглядит так себе. Слева видим потенциальных покупателей в масках. В маске, точнее, один в противогазе такой странный человек. Так, а чё он не отмывает? А, отмывает. Просто с большим трудом. Ну-ка. Видимо, этот дом был давным-давно заброшен. И очень давно здесь никого не было. Ой, это грибы, что ли, выросли? А, нет, кроты просто поселились. И выкопали очень много ям на заднем дворе. Так, надписи вроде бы не вижу. А, просто грязь есть, я понял. Грязь есть, она просто очень невидимая. Ха-ха, я понял. Короче, можно открывать окна, да? Только здесь они, по-моему, не открываются. Погоди, а чё они не открываются? Помыть окно можно. Так, я попробую снаружи взять эту ерундестику и отмывать, отмыть грязь. Блин, от... обидно. Обидно. Помыть окно. Можно после того, как я его помою, открыть? Или нет? То есть, если можно, то я через окно помою всю грязь. Ну, ты чего? Да, открыть. Отлично. И моем комнату. Мне там в комментариях написали, что, типа, можно через окно отмывать всю грязюку в доме. Это реально удобнее, гораздо быстрее происходит все и практичнее получается. Не то, чтобы прям удобней. Не сильно, просто быстрее это выходит. Так что... А, через стены даже моешь. Ни хрена себе, какой я молодец. да, смотри, он прям реально через стены намывает. Очень удобное дело. Я просто по карте ориентируюсь, короче, и даже не парюсь. Я просто мою на карте грязь. чтобы нам осталось гораздо меньше, когда мы зайдем внутрь. А то сейчас это вручную все, отмывать это ёкнешься. Ты со мной согласен? Согласен, наверняка. еще бы ты был со мной не согласен. Смотри, сколько грязи. Грязище просто. Как будто в этом доме, я не знаю, умер кто-то давным-давным-давно, а потом там умерло еще очень много людей. Как будто там несколько поколений, просто никто не убирался. Так, и вот здесь вот еще. Все. Отлично. Чего-чего-чего-чего? Короче, намыли мы вообще отлично все. И на этом мы с тобой, наверное, прощаемся. Сейчас зайдем посмотрим, что тут к чему и почему. Грязюк тут всякое лежит. Па-па-па-па-па. Ну ладно, мы не спеша приступим к ремонту этого бункера следующей серии. А пока что, пока что мы сгоняем вниз, посмотрим, что там к чему. И почему, опять же повторюсь, ну, спустись и 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 дальше. Ну ёб твою мать. Что ты за человек такой? Открой, 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 открой. Нихрена себе здесь комнатух, смотри. Бункер-то реально большой, такой, ну такой, нормальный размером. Больше, чем наш, в котором мы только что делали ремонт. И попрощаемся с тобой. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки и увидимся с тобой в следующей серии. Пока.